Приветствую вас! Значит, я бы хотел немножечко дать вам такую обратную связь, чтобы вы чуть-чуть поняли, что я имею в виду, чтобы вы немножко поняли, что именно вы сделали не так. Ваш вопрос, он именно про это, что я сделал не так. И дальше я уже постараюсь разобрать весь ваш текст и, значит, попробую более подробно рассмотреть все, что вы сделали не так. Значит, первое, что я вам хочу сказать. То, что вы в процессе своего повествования, вот знаете, производите впечатление, вообще-то говоря, человека, ну скажем так, серьезно. То есть вы производите впечатление именно такого вот, достаточно серьезного человека. Но при этом, будем, значит, честны, вы слегка забываете о том, где граница вашей ответственности. А где граница, где ответственность вот того самого мужчины, да? Где его, его граница ответственности. Потому что вы спрашиваете вот, что я сделал не так? Ну, понимаете, допустим, вы, может быть, сделали, например, вы сделали и, скажем, все так. А как насчет его, скажем так, как насчет этого самого человеческого человека? Почему вы, например, ну, не допускаете вот того факта, что он мог сделать что-то не так? А он, скорее всего, и я вам потом скажу, он довольно много чего сделал не так. Ну, просто потому что он изначально вел себя, я бы сказал, не очень правильно, не очень верно, да? Вот. Но вы, вы-то почему позволили этой ситуации произойти? Вот в чем вопрос. Понимаете? И я думаю, что, я думаю, что вот в этом контексте необходимо, чтобы вы лучше, лучше подумали. То есть, где граница вашей ответственности, где граница ответственности его. Это вот первый, пожалуй, такой самый главный момент, самый важный момент, на мой взгляд. Хорошо. С этим разобрались. Дальше. Значит, следующее, следующее, что вы сделали не так. Это, значит, сразу согласились с мужчиной на секс. Так что, несмотря на то, что он, значит, склонял вас к нему уже в первых встречах. Вот это, значит, тоже то, что вы сделали не так. То есть, этого делать не нужно было категорически. То есть, не совсем понятно, чем вы руководствовались, когда соглашались вот с мужчиной на секс. То есть, спустя несколько дней. То есть, вроде бы вы вначале говорите, что вот я не могу тебе верить, и это, в общем-то, ну, действительно так, это так и есть. Действительно, не можете ему верить, и, в общем-то, это действительно справедливо. То, что вы говорите, это справедливо. Вот. Но потом раз, и уже, значит, случается секс у вас. Мужчина получает то, что он хочет, мужчина получает то, что ему нужно, и уходит. Вот. И, естественно, естественно, что ни о каком продолжении отношений речь быть не может, потому что вы произвели в любом случае впечатление женщины довольно несерьезным. Понимаете? И это я вас не обвиняю, конечно же. Я просто говорю о том, что это выглядит именно так, что вы не серьезно. А это, на мой взгляд, не так. То есть, на мой взгляд, вы довольно серьезный человек. Просто вот какие-то противоречия вам, видимо, мешают делать то, что нужно, и поступать, ну, скажем так, правильно. Вот, правильно поступать у вас не получается. Ну, по крайней мере, вот в этой ситуации поступили не так, как нужно было для того, чтобы привязать к себе этого мужчину. Мужчина, да, то есть вы, ну, довольно резко, значит, довольно резко вы лечили мужчину какой-либо мотивацией с вами быть. Вот. А если вы лишили его мотивации с вами быть, то он, соответственно, рассчитывать на то, что он с вами будет, ну, нельзя. Это, это нереально в данном случае. Вот. Так что, это вот если мы с вами говорим непосредственно о том, что мы сделали не так. Да? Теперь, давайте разберем ваш текст. Знаете, знакомый с молодым человеком давно, примерно год, мы общались с него несколько раз. Когда познакомился, он на встрече распространял секс с первой встречи. Ну, вот, как вы отнеслись к этому, помимо того, что вы не готовы и, ну, и так далее. То есть, вот, не очень понятно здесь, как вы отнеслись к этому вообще. То есть, эээ, вот, ситуация довольно странная. Ну, мужчина, он, эээ, склонял вас, эээ, к сексу. Ну, это, опять же, его право, это его, это его желание. Эээ, вас, эээ, значит, эээ, никто не заставлял, эээ, с ним, с ним спать. И вы, в общем-то, в общем-то, эээ, довольно правильно поступили в этой ситуации, да. Вы сказали мне, эээ, простые, я не готовы, эээ, мне нужно время. И, в общем, дети поступили правильно. Но удивительно другое. Удивительно другое. То, что вы, как бы, ээээ, мужчине, получается, дали еще один шанс. Вы ему дали еще один шанс, когда согласились, эээ, вновь с ним, эээ, вновь с ним встречаться. То есть, по какой-то причине, причине вы решили, эээ, что люди могут меняться. Человек может, мог действительно измениться. И это при том, эээ, что важно, что он вам сказал, что ты меня устраиваешь. То есть, именно устраиваешь. Ну, вот здесь, конечно, эээ, опять же, непонятно, что вы хотите. Далее, он сказал, что я просто добиваю себе цены, на этом мы прекратили общение. Ну, то есть, мужчина даже, в общем-то, эээ, не готов был, эээ, как-то вас, эээ, серьезно добиваться, да. То есть, вот, ему, эээ, нужно было только, эээ, здесь и сейчас, ему нужен был секс, и все-все-все. Добиваться раз он, эээ, не был, не был готов. Эээ, вот. Ну, это, опять же, опять же, это, эээ, позиция человека, человека, который, ну, никак не настроен на, эээ, серьезные отношения. Ну, никак, это не та позиция, не позиция человека, который, вот, эээ, будет серьезно настроен, потому что, ну, во-первых, эээ, поймите, что мужчина, он, если, эээ, хочет с ээээ, женщиной, эээ, чего-то серьезного, он, эээ, никогда не будет ее, ее, ээээ, к сексу, как-то, вот, принудят, да, потому что, понимают, что только, ну, не серьезная женщина или легкомысленная женщина согласится на, на это, на подобное, только легкомысленная женщина согласится на подобное, а для серьезных отношений, как правило, легкомысленные женщины, ну, все-таки они не подходят, да, понимаете? Вот, это мужчина, которому не нужны серьезные отношения, отношения, в принципе, это, вот, ээээ, как бы, первое, о чем, в данном случае, нужно подумать, именно, вот, в контексте, в контексте данной, данной ситуации, вот, значит, ээээ, далее, 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 далее вы пишите, что прошел почти год, и он внезапно объявился объявился в предложении встречи, что я отказал, он в течение недели наставил, сказал, что все будет по-другому, я согласился. То есть, неделя. Ээээ, неделя нужна, ээээ, чтобы вас, ээээ, убедить в том, что мужчина мог измениться. Вопрос у меня к вам в контексте этого. Вопрос такой у меня к вам. Вы, вот, все эти годы, весь этот год точнее, что вы были, ну, одна, скажем так, да, и так далее, вы весь этот год что, не пытались отношения как-то построить с мужчиной? Почему у вас весь год не было мужчины? Или не было других ухажеров, скажем, и так далее. Как так получилось, что в течение года вы были одна? Не было никому больше, кроме вот этого человека. Как так получилось? И самое важное, что он, скорее всего, знал о том, что вы одна. Вот что важно. Он знал, что вы одна, и он знал, что вы, значит, ну, что вы свободны. И вопрос к вам, опять же, почему так? С чем это связано? С чем связано вот то, что вы одна были? Это проблемы в отношениях с мужчинами. Может быть, страх близости, может быть, что-то еще, но с этим, наверное, разбираться. Далее. При встрече он сказал, что многое понял и хочет быть только со мной. Ну, опять же, знаете, звучит это, ну, как-то подозрительно. И вы вроде бы вот здесь правильно оприогировали, да? Вы сказали, что, значит, меня кольнуло то, что он сказал, устраивало. Я поняла, что любви и чувств тут нет. Просто я ему нравлюсь не более. Тут все правильно. Ведете себя абсолютно адекватно. Здесь. Значит, так. Я, значит, поняла, что любви и чувств нет. Здесь у меня возникли сомнения, я, конечно, их не сдала озвучивать ему, а зря. Но подумала, откуда вдруг такое делание, если бы тогда сразу понравилось, он не поступил бы так, не учел бы. И просто так, из-за отказа от секса на первый аппарат, не отверстие отвернулся бы от меня. Ну, вот здесь вы, знаете, чересчур эмоционально рассуждаете о нем, о тех человеке, с которым вы встречались, в общем-то, ну, совсем небольшой срок. Вы говорите, вот он не отвернулся бы от меня. Ну, чтобы отвернуться от вас, нужно было быть повернутым к вам. А он не был к вам повернут. Вот это ключевой момент. Понимаете, он не был изначально вообще к вам повернут. Он изначально преследовал только свои цели. И вы, как мне кажется, вы убедились там вот. Дальше, что он преследует свои цели, он их все-таки достиг, он достиг своих целей, да. Вот, далее, значит, я сказал, что сомневаюсь, нетрудно поверить. То, что можно вот так по второму кругу. Здесь опять предварительно. Если вы сказали раньше, что вы сомневались, и что вы не стали мужчине озвучивать свои сомнения, что в общем и целом является правильным, то странно выглядит то, что вы все-таки рассказали ему о своих сомнениях. И возникает вопрос, так вы не стали ему озвучивать свои сомнения, или вы все-таки рассказали ему о своих сомнениях? Как-то вот, знаете, несостыковочка вот здесь, на мой взгляд, имеет место быть противоречия. Кроме того, вас все-таки зацепило, что мужчина, как вы говорите, от вас отвернулся, вот вас это зацепило, что он отвернулся от вас. И я уже сказал, да, что никакого отворачивания от вас не было, потому что он вначале не был к вам повернут. Но вас, получается, это за дело, для вас это, получается, было важно, и нужно понять, чем именно для вас это так было важно. Скорее всего, тем, что вы одна, скорее всего. Я, конечно, в этом не уверен, но, скорее всего, тем, что вы одна, и скорее всего, тем, что вы тяготитесь от отчества и хотите перестать быть одинокой. Но у вас не очень пока, что это получается. Далее, значит, так, опять же, говорю, что знаете, правильно. Ну, кроме того, как того, что вот вы противоречите сами себе. Он сказал, чтобы я ему верил. Мне хотелось ему верить. Здесь тоже странно немного. Он сказал, чтобы я ему верил, и все. И все. То есть, я поверил ему просто потому что. Я поверил ему просто так, что он сказал мне верить. Вот согласитесь, это тоже странно. Либо вы вообще не знаете чехолокий мужчин. И, например, не знаете о том, что мужчине не надо верить. Мужчину нужно как бы смотреть по его поступкам. Как мужчина себя ведет, как поступает, вот так вот инуйно смотреть, а не верить. Вера – это вообще что-то неприменимое к мужчине. Вы говорите, мне хотелось ему верить. То есть, грубо говоря, вам хотелось позитивно интерпретировать поведение мужчины. То есть, по сути дела, вы взяли и наложили, значит, свои желания на поведение мужчины. То есть, я хотел ему поверить. Мне этого хотелось. Это не то, чтобы хотел мужчина. Это мне этого хотелось. Мне, и я решил выдать желаемое за действительное. Опять же, опять же, обратите меня, если я не ошибаюсь, но вами в этой ситуации движет именно ваше желание. То есть, ваше желание, например, не быть одной, допустим. Ваше желание, например, быть с кем-то. Ваше желание быть, например, ну, допустим, там, с мужчиной, да. Вот. И так далее. Это, опять же, ну, возможно, неумение находиться рядом с собой. Это, опять же, возможно, непринятие себя. Хотя, с этим нужно скоро разбираться. Далее. Значит, так. У нас все-таки встречается, что это секс. Почему случится секс? Как вы могли позволить себе вступить с ним в сексуальные отношения после того, что произошло? После того, что было между вами, после его поведения. Почему вы позволили этому случиться? Как вы позволили этому произойти, не очень понятно. Но, факт, это факт. Как случился? Ну, значит, случился и случился у нас. Вот. Но, значит, вы говорите, что. Вы говорите, что он был межев, значит. И, внимательно. Ветлевич Евгений, мой телефон молчал. Он был онлайн, но не написал мне ни творечка. У меня к вам вопрос. А чего вы, собственно, ждали вообще? Вообще, чего вы ждали и были ли у вас основания, основания хоть какие-то ждать от него словечек? Понимаете, у меня вот складывается такое впечатление, что вы придумали себе мужчину. Вы придумали себе мужчину, хотя его в реальности не было. Совсем. Был, ну, другой мужчина. Другой в том плане, что не тот, который вы видели вы. Есть некий материал. Я бы даже сказал, наверное, может быть, расходный материал. Который вы взяли и благополучно использовали для построения образа мужчины. Который вам необходим. Который вам нужен. Ну, понимаете, это... 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 К сожалению, вот так не работает. Мужчина, он реален. Понимаете, он реален. И реальный мужчина, он вел себя по отношению к вам, ну, довольно очевидно. И вопрос к вам именно такой. Чего вы ожидали от него и почему? Чего и почему вы от него ожидали? Вот это вот, пожалуйста, пожалуй, главный вопрос в этой части вашего текста. Дядя выдержала и написала ему сама, спросила, все ли хорошо. Но, опять же, что значит вы не выдержали? Чего именно вы не выдержали? Почему вы не выдержали? А что выдерживать-то надо? Ну, согласились на секс. Ну, понятно, что вы человека не знаете. Понятно, что ни о каких серьезных отношениях речи не идет. Чего вы не выдержали? А не выдержали, вы, скорее всего, того, что вам хотелось, чтобы человек соответствовал тому, что вы о нем думали, а он не соответствует. И вот вы чувствовали себя в подвесенном состоянии, ну, как так? Я-то жду, что он будет вести себя как мужчина, а он ведет себя так, не пойми кто, да? Тогда, вот этот вопрос, опять же, этот вопрос к нему или к вам? Вы ждете от него определенного поведения. Вот. Я рекомендую вам об этом, как следует подумать. Дальше, значит, что, на первую очередь, все хорошо, я сказал, что тот отключился, никто ему не обязывает, но я имею право знать, как он теперь видит наши дальние отношения, потому что не хочу тратить ни свое время, ни его. И самое лучшее, это честность. Ну, здесь вы, конечно, с одной стороны, очень наивны, с другой стороны, вы, как будто бы, вообще не понимаете, что мужчине нужно, и, в общем, знаете, я даже, вот, если честно, не знаю, что вам сказать. То есть, вопрос только, зачем вы ему это сказали вообще, зачем вы говорили про обязательства, потому что, если, когда, если человек говорит так, как сказали вы, то это значит, что, если женщина говорит, что никаких обязательств нет, то она, скорее всего, об этих обязательствах говорит, и их думает, и хочет их, и так далее, и я полагаю, что это правда, вы действительно хотите обязательства, развитие определенные отношениями, но серьезные отношения так не строятся, а вы, мужчина, тем самым от себя спутнули еще больше, да? Вот, значит, вы говорите, что я хочу знать, как он видит наши дальние отношения, о чем вы говорите? О каких дальнейших отношениях речь, если вы только-только переспали О каких отношениях речь Это вам отношения нужны, я понимаю Но ему нужно совсем другое В общем, вы здесь спроектировали Вы здесь очень хорошо спроектировали на мужчину свои собственные желания Вот и все То есть никаких отношений у вас как таковых не было Вы могли встречаться, вы могли заниматься сексом так же, как занимались им И может быть из этого, может быть из этого что-то бы и получилось Но вы говорите, как он видит ваши дальнейшие отношения, хотя отношений никаких еще вообще не было Да Вы говорите ему, подтверждаете еще раз его слова Его мысли о том, что вам нужно соответствовать, вам этого дать не готово Он вам никогда не обещал этого, как я понял И все, все Понимаете, и все Его И вы его, по сути, от себя полностью оттолкнули Мало того, что вы обязательно хотите так еще и про отношения говорить, когда их нету, как сказали Вот То есть я надеюсь, я надеюсь, вы понимаете, да, для чего я вам все это говорю Я хочу, чтобы вы научились, чтобы вы научились как-то вот правильно все-таки интерпретировать ситуацию И правильно себя вести Для начала Свои собственные желания Увидеть и Определять Потому что То, что вы хотите Вы Не факт Что этого же Самого Хочется Мужчина Но он и не должен, в общем-то Этого Этого Хотеть Того же самого Вот Значит Он ответил Вам Мужчина Что А А Он проигнорировал Ваш вопрос Сказал Сказал, что все хорошо И чтобы я не волновался Ну правильно У него все хорошо На следующий день Он Он прислал Смс Добрым утром Вы Не пишите Что Вы ему ответили То есть Ответили ли вы ему Добрым утром Сказали ли вы ему Ну Что Что-нибудь Непонятно Сейчас Второй день Молжчина Ага Ну то есть Он вам написал Добрым утром А вы ему Как я понял Либо ничего не ответили Либо Ожидали Вот Ну Вероятнее всего Вы Ожидали Чего-то другого Ну вот Скорей всего Ну Когда Опять же Чего вы ожидали И Почему именно От этого Мужчины Ну Непонятно Совершенно Непонятно Ну вот У вас Человеков У вас Человеков А Получается Хотите Как бы Постоять Чего-то Другого Но Этот Мужчина Вам этого Другого Дать Не может В принципе Потому что Он Вот Такой А вы Все Время От него Ожидает Какого-то Иного Поведения И Вот Это Вас Разбивает С С Верного Пути Далее Значит Я тоже Молчу Потому что Думаю И так Все Ясно Правильно Винич Семенов Может Распортила Свои вопросы Ну Да Вопросы Вы Пытались Точнее Происнить Ситуацию Ага Происнять По факту По факту Происнять Было Нечего Совершенно Потому Отношения Между Вами Как я И Как я уже Сказал Развиться Попросту Мы Попросту Не успели И Как Как бы Вот Так что Да Вы Правы Вы Совершенно Правы Что Ваш Вопрос Мужчина Вас принял Как Давление На Себя Но Только Вот Уже Непосредственно После Того Как Он Получил То Что Ему Нужно Нужно Было От Вас И Он Захотел С Вами Ещё Если Вы На него Не давили Своими Вопросами Нужно Знать Когда Задавать Вопросы Такого Типа Это первое И второе Знать Кому Эти вопросы Задавать И третье Это Знать Нужно Когда Эти вопросы Задавать А Вы Ну Вы Действуете Действовали Так Как Вам Казалось Правильным В действии Так Как Вам казалось Верным В итоге Каждый Каждый Думал О себе В этих отношениях В этих отношениях Вы Не думали друг о друге Каждый думал о себе Вы думали о себе Он думал о себе И В итоге Отношения не вышли Значит С другой стороны, это совершенно оправдано его первоначальным отношениям и приходом спустя ГОС. Ну, вы знаете, его, это оправдано, его отношения подразумевают не вступание с ним в сексуальную связь. Вот это, да, это вот верно. Только вот вы в сексуальную связь вступили, и у меня вопрос к вам такой. А если вы считаете его поведение подозрительным, то как же вы так быстро на секс согласились? Для чего тогда? Почему соглашать на секс вы не думали о том, что вы написали, что его поведение подозрительно? А может быть вы хотели сами секс? Тогда нужно иметь мудрство это признать, что вы хотели секс. И опять же не ожидать ничего большего от мужчин, а не как вы это делаете сейчас. Так, и, значит, дальше. Ведь наверняка он не страдал меня и с легкостью закончил тогда наш знакомство, хотя я была не против родовища, просто он не захотел дать мне время. На что время? Думаю, если бы он действительно был серьезно отстреливать раз, его бы не испугал мой прямой вопрос. Что я сделал не так и как исправить и надо ли исправляться этим человеком? Спасибо всем, кто откликнулся. Так, ну, что не так, я вам сказал, мне кажется, более чем подробно, именно что не так. Как исправить? Никак не исправить, вам нечего исправлять просто. Вам просто нечего исправлять, понимаете, у вас не те отношения, которые можно исправить, потому что исправлять нечего, отношений нет. Вы не были в отношениях, то есть у вас это не отношения. Понимаете, совершенно это не отношения. И вы себе многое придумываете, очень много фантазируете, как это видится мне и фантазии вашей необусловленными желаниями. Стоит ли исправлять, а вы сами как считаете? А почему вы вообще спрашиваете нас об этом? Вы сами как считаете? Надо исправлять или нет? Вот как вы ответите на этот вопрос, вот так и будет правильно. Я думаю, Стас, а вот это ваша жизнь. И ответственность это ваша, понимаете? И вам нужно принимать ответственность за свою жизнь, а не нам. А иначе, согласитесь, ситуация довольно-таки плачевная. Что вы тогда не захотели нести ответственность за себя, а в итоге получилось вот что. Теперь вы тоже не хотите нести ответственность, спрашиваете нас. Так что я думаю, что вам нужно как следует подумать на тему того, чего вы вообще хотите и от кого. Может ли человек вам дать то, что вы хотите? Вот. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Следующий ответ «Назбор. Не забかった, но сделать это сейчас как нужно разное или шансить их поменьше. И вот, конечно, нужно ее больше peeormаje, но нет.